Уже стало доброй традицией проводить в августе благотворительную акцию «Собери портфель первокласснику». Сотрудники заводского РУВД Минска каждый год помогают деткам из социально-педагогического центра. Ежегодно в преддверии Дня знаний мы оказываем помощь детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Посещая социально-педагогический центр, приют заводского района, семьи, признанные находящиеся в ценном опасном положении, дарим детям школьные подарки. Всегда, когда какие-нибудь праздники, мы ждем гостей, но начало учебного года – это особый праздник. И, конечно же, радость, как и наши дети радуются. Я сама в душе ищу ребенка, я очень радуюсь, особенно, когда вижу ростовые такие куклы. Я просто с детства их обожаю. Я рада за наших ребят и рада подаркам, которые нам привезли. Ну, как и ребята, и говорю огромное-огромное спасибо, конечно, от имени всех наших воспитанников. Мне зайка больше всех понравилась. В этом году подарки были закуплены на средства, полученные в качестве компенсации морального ущерба. Ее выплатили двое минчан-милиционерам за нанесенные телесные повреждения, а сотрудники купили подарки детям и воплотили в жизнь их самые заветные желания. Детский смех, улыбки и радость – это лучшая награда. Минск Новости тоже не остается в стороне и принимает активное участие в акции «Делать добро просто». Также помогают семьям, которым необходимы внимание и поддержка. Сегодня полезные подарки отправились школьницам Ангелине, Маргарите и Виталине. Я бабушка, у меня пятеро внуков. Мы живем все вместе. Трое учатся, двое в детском саду. Я работаю. Стараемся быть дружными, стараемся помогать друг другу. Приятно, что мы не остаемся одинокими. Все равно мне раньше сказалось, что мы сами все справимся, но от помощи не отказываемся. Это здорово, все равно экономия для нас большая. Учусь я хорошо, я занимаюсь музыкой, играю на аккордеоне. Класс. Тебе нравится? Да. Дома устраиваешь концерты? Да. Благотворительный марафон продлится до конца августа. Каролина Проковьева, Павел Мешкуть, агентство Минск Новости.